Приветульки всем, мои хорошие. Короче, мы с дочей в лес. Чё у нас какая жара в машине. Температура за бортом 29. В тени. Офигеть. Жду дочоньку. Разочек возьму её с собой. Не хочу её вообще напрягать с омхом. Это нелёгкое дело. Сейчас мох не такой тяжёлый. Я её вчера спросила, я говорю, дочь, съездишь с мамой в лес? Ну, вы знаете, она все года со мной всегда ездила. Но не хочу напрягать её в плане того, что это тяжело. Ну и всячески её жалею. Она жалеет меня. Муж со мной тоже ездит. Я не езжу одна. Всегда он ездит со мной по возможности, когда может. Сейчас не может. Обстоятельства я обещала вам рассказать. Расскажу позже. Почему? Во. Говорю, как дует тихо. Вот, теперь громко дует. Сейчас остудится машина. Будет нормально. Вот. В общем, едем. Дальше со мной съездит. Тоже сумочку наберёт. Это будет её помощь. Да и вместе нам не так грустно, страшно и всё такое. Будем перекликаться, разговаривать. А звери это будут слышать. Я и так, когда одна в лесу нахожусь, я то песни пою, то ещё что-нибудь, чтобы зверушки меня слышали и понимали, что ходить сюда нельзя. Но я когда подъезжаю на своё место, я всегда сигналю. Ну, таким образом я пытаюсь предупредить зверей, что я приехала. Особенно лосюх, потому что какашек их не очень много в том месте, где я собираю мох. Вот. Ну, думаю, всё будет без приключений. Всё. Если будет возможность что-то поснимать, я вам поснимаю. Если нет, то нет. Ух. Да. Фу. Это бортовик показывает. 29. А на улице, особенно когда собираешь... Фу. Все 50, наверное. Собрали мы с дочем, ха? Что, дочь, сожрали? Сейчас, мой зайка. Сейчас водички возьму. Сейчас. Сейчас вылетит дочь. Не пойму, я снимала или не снимала. Короче, очень жарко. Или у меня само тут всё отключилось. Фу. Набрали мы с дочем, ха? Очень сухо в лесу. На нас, фу, слеп не сжирают. Пока не вспотевшая была, было нормально. Вспотела. Слеп не зажирают напрочь. Я разделась, я была в этой метровке. Дочь на воду куда-то вперёд. Сейчас, дочь, я заведу машину, они улетят. Ой. Фу, жарко. Фу. Не знаю, что вы видите. Что-то видите. Сейчас покажу вам, сколько мха собрали. Фу. Вот. Фу, пять сумок. Они не маленькие. Вот. Еле нашли с дочью ещё. Такой, чтобы не был сухой. Потому что всё, мох пересушенный. Начинает гореть. Поэтому. Ну, у меня ещё есть. Там, на складе, не переживайте. Вот. Давайте заведу ребёнку машину. А то её сейчас эти монстры сожрут. Мои хорошие, вы понимаете, наверное, да, снимать в лесу. После такой душняка реально невозможно. Сейчас кондиционер включится. Так, смотри, чтобы на тебя не дул. А, сейчас всё подойдёт. Да. Сейчас он выгонит всех. Дай попить ещё дочь. Женщина там чернику собирала. Или, может, землянику. В лесу вообще ни грамма не страшно. Сейчас мы отсюда выехаем. Держи, доченька. Охладись. Моя зайка. Чуть-чуть отсюда выехаем. Сейчас вылетят мошки. Я закрою. И вот с краюшку здесь с вами маленечко прогуляюсь. Но мы ехали с дочей. Даже поганок нет. Обычно, если едешь лесной дорогой, хоть поганки попадаются. Сейчас нет. Даже поганок нет. Очень жарко. Очень. Если в ближайшие два дня не будет дождя, то мох просто сгорит. Всё. Мы, наверное, сегодня собрали на сегодня последнюю партию. Не переживайте. Всем хватит. У меня мха заготовлена очень много. Но я имею в виду, что пока дожди не пройдут, за мхом я больше ездить не буду. Всё. На нас не угодишь, да? Нам то сыро, то мох не встал, то много мусора, то ещё чё-то. Теперь он горит. Теперь жара. Теперь жара. Что же она собиралась здесь? Чернику, наверное. Ну да, вон она. Ой, какая мелкая. А с чего ей наливаться-то? Ей наливаться не с чего. Очень мелкая. А дождей нет. Чё тут? Я думаю, даже не стоит и гулять. Ни одного гриба я здесь не найду. Сейчас по краюшку, по опушечке пройдусь. Дочка сидит в машине с кондиционером. А мы с вами минутку прогуляемся, я отдышусь и поедем домой. Да, дочь? Устала? Моя зайка. Ну, благо он лёгкий, да? Местами. Мы старались, набирали сырого. Ну, влажного, чтобы не сухой был. Теперь искали сырой. Сейчас встану в тенёчек, чтобы не было... Смотри. Давай, открывай двери и выгоняем их. В эту сторону вышла. Вышла. Всё. Сейчас пройдёмся. Если по краюшку ничего нет, не стоит улазить. Я прям в сланцах полазаю по тропиночке. Потому что ни в кроссовках, ни в сапогах просто невозможно. Посиди ж, мазяка. Если опять будут возле тебя жужжать, дверь открой и выгони. Машину глушить не буду, сиди. Хорошо. Даже птички не поют. Какие птички? Они бедные все спрятались, наверное. Ну, так сумрачно. Такое ощущение, как будто тучки набегают. Так. И эти звери возле меня опять летают. Ой, сожрали всю. Комаров нет? Слепни. Очень много. Сейчас поверну на лес, посмотрите маленько. На змею бы не наступить, а то я в шлепках, в сланцах. Вот здесь с краешку пройдемся, посмотрим. Правда, ничего не вижу. Вся потная, все на глаза течет. Вот я всегда определяю, если в этом местечке нахожу хоть чего-нибудь, хоть поганочку, значит, грибы есть. Но, как вы видите, очень сухо. Вот очень. Бедные зверушки. Пить нечего. Все высохло. Фух. Нет. Ничего нет. Ничего нет. Ну, все. Мои хорошие, что? Я думаю, ждем дождя, да? И тогда мы с вами рванем за приключениями. Уже грибов хочется? Солянка мясная, это солянка, а грибов хочется. Фух. В этом году еще грибов не находила. Фух. Фух. Сейчас. Чуть-чуточку здесь пройдемся. Фух. Ой, а что, как темно-то стало. Нет, девчата. Нет. Какие грибы? Никаких грибов. Ни поганок. Ничего. Очень сухо. Очень. Ладно. Мха запаслась еще. Вот. Так что мох есть. Будем теперь ждать дождя. Обещают. Нам все обещают. Но его все нет. Нет, нет и нет. Фух. Едем до дому. До хаты. Едем с дочей лесной дорогой. Потихонечку. И обе смотрим в окна. Открыли окна. Вдруг попадется хоть поганка. Я говорю, бедные зверушки, лосюшки. Им даже пить нечего. Конечно, они будут на дорогу выходить. Только бы гореть не начали леса. Они каждый год у нас горят. Ух. Че, дочь, нету? Даже поганок. Лосюшки, у нас вода есть. Идите, мы вас попоим. Муж сказал лесники или как они? Ну, которые в лесу работают люди. Как они называются-то? Дочь не знаешь? Ну, лесники, наверное, или как они? Егеря. В лесу есть специальные места, кормушки, поилки, где егеря накладывают еду животным и наливают воду много раз. Ну, каждый день. И, то есть, животные знают это место и туда идут. Надеюсь, так оно и есть. Да, еще пару дней без дождей и мох начнет гореть. его собираешь, а он горячий. Он уже в самом низу, внутри, ближе к земле, начинает преть. А точнее, он начнет гореть. Нехана. Каюк. Кирдык. Не дай бог. Дождички. Придите к нам, пожалуйста. Хоть на пару денечков. Пролейте наши леса. Все горит. Все сухое. В том году петушки горели. Да, в том году петушки горели. Ярославль горел в том году. Иваново, Суздаль. Пусть хрустальный горел. Наши леса очень мало горели. Не дай бог. Мы решили с дочей сразу увезти это все на место. Выгрузить. Съездить за окрошкой. Приехать, трескануть окрошки. Отдохнуть. Включить надо вентиляторы. На орхо-квартире. Иначе там все спарится. Ну и заодно мох выгрузим сейчас там. Он начнет обветриваться. Остужаться тоже. Ой. Девчат невыносимо. Сейчас скажу сколько. Температура. 34 за бортом. Время 2 часа дня. 34 градуса. Вот. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.